Вам знакома ситуация, когда начинающий водитель, нуждающийся в поддержке для того, чтобы совершить свои первые самостоятельные поездки за рулем, обращается к своим знакомым, близким и родным водителям. Наверняка вы слышали историю, а может быть и сталкивались сами, когда итогом этих поездок становились ссоры, скандалы, испорченное настроение и отбитое желание возвращаться за руль у начинающего водителя. Не проедешь, Люда. Проеду. Ну не проедешь, говорю, там ли ты. Ну... Туда выходи из машины, это я там проеду, а ты не проедешь. Я проеду. Не проедешь, там узко очень. Это видео будет полезным тем, кто уже получил водительское удостоверение, имеет определенные навыки и знания для управления автомобилем, но для того, чтобы приступить к самостоятельной практике, не хватает совсем немного уверенности. А также это видео будет полезно тем, кто хочет помочь своим родным и близким освоиться за рулем автомобиля. Я расскажу о том, как быть полезным для своего начинающего водителя, если ты не профессиональный автоинструктор. В этом видео я расскажу о том, почему так часто у тех, кто вызывается побыть в роли инструктора, эмоции берут верх над здравым смыслом и помощь превращается в скандалы, истерики и калечащий психику и самоуверенность начинающего водителя опыт. Начнем мы с того, что разберемся, а как работает мозг и сознание водителя. Одним из основных навыков, который обеспечивает уверенность, спокойствие и безопасность водителя, это умение быстро собирать информацию о происходящем вокруг, анализировать ее и на основе этого анализа делать прогноз о том, как события будут развиваться дальше. Этим навыком каждый водитель пользуется все время, пока находится за рулем, и его применение доводится до уровня автоматизма. Водитель проделывает все эти операции в своем сознании, не задумываясь, рефлекторно. Еще одна особенность того, как работает мозг водителя, которая поможет нам понять причины тех сложностей, о которых я сказал в начале, в заявленной теме, это то, как водитель видит происходящее перед ним. Когда мы управляем автомобилем, скорость, на которой мы движемся, требует от водителя очень высокой скорости сбора информации, ее обработки и принятия решений. И очень часто решения принимаются не на основе того, что мы видим по факту сейчас, а на основе того самого прогноза о том, что будет происходить в следующие несколько секунд. Водитель не просто видит происходящее перед ним в данный момент, а как бы видит картинку в динамике с заглядыванием в будущее на несколько секунд. Сознание водителя автоматически дорисовывает сценарий того, что будет происходить в следующее мгновение. Этот навык используется каждым водителем, но в зависимости от подготовленности он может быть более эффективен у одних и не так хорошо развит у других. Но именно этот навык позволяет водителю успевать действовать вовремя, не догонять события, а предвосхищать их и заранее к ним готовиться, даже при движении на высоких скоростях. Следующее, о чем важно поговорить, это роли людей в автомобиле и их значимость. Разумеется, мы начнем с водителя. Это главный человек в автомобиле. Прежде всего потому, что он несет ответственность за безопасность. Водитель в любом автомобиле самый главный. Он должен принимать решения. Он должен выбирать момент, когда, как, что сделать. И важное уточнение, он оценивает, когда, что он может сделать, исходя из своего личного опыта, знаний, навыков и дорожной обстановки. В машине могут быть пассажиры. Пассажир не может отдавать команды водителю. Пассажир должен соблюдать правила и технику безопасности поведения, которая сводится главным образом к тому, чтобы не отвлекать водителя. Все свои пожелания, предложения, касающиеся поездки, пассажир может озвучивать либо до начала поездки, либо в те моменты поездки, когда водитель не находится в активной фазе управления автомобилем. Например, стоит на светофоре или в пробке. В автомобиле может быть штурман. По сути, это одна из ролей для пассажира, в которой ему отводится задача отслеживания маршрута и своевременное оповещение водителя о предстоящих на маршруте событиях. И, как мы знаем, хорошим штурманом тоже нужно уметь быть. Хороший штурман понимает, исходя из опыта водителя и особенностей маршрута, насколько заблаговременно и в какой форме нужно озвучивать информацию. Как подать информацию, чтобы водитель мог ее воспринять и, самое главное, воспользоваться ей вовремя. Несвоевременные подсказки могут не только сбить с толку водителя, но и отвлечь его, создать напряженную ситуацию и привести к ДТП. Вот насколько важно понимать меру ответственности, когда мы говорим об управлении автомобилем. Даже если пассажиру отводится мизерная роль, влияющая на процесс управления, она должна выполняться профессионально и квалифицированно. Ну и, конечно же, в автомобиле помимо водителя может оказаться человек, выполняющий роль инструктора, преподавателя, наставника. Такой дуэт делит между собой ответственность за происходящее вокруг. Чем профессиональнее наставник, тем больше ответственности он может на себя взять. Тем меньше вопросов и сложностей будет возникать у водителя. Профессиональный преподаватель, как и хороший водитель, действует на опережение событий. Все необходимые рекомендации, замечания, комментарии даются водителю заблаговременно, чтобы водитель успел их воспринять и воспользоваться ими. Хороший преподаватель изучает своего ученика. Он понимает уровень его подготовленности, понимает, с какой информацией ученик может справиться самостоятельно, а где потребуется вмешательство в процесс. Хороший преподаватель находит форму подачи информации, оптимально подходящую каждому ученику. Здесь играет роль буквально каждая деталь. Громкость голоса, скорость речи, интонация, лексикон и так далее. Но главное, что отличает преподавателя от простого пассажира, это способность взять на себя процесс принятия решений и управления автомобилем, даже с пассажирского места, в случае необходимости. Этот навык в совокупности с остальными позволяет преподавателю быть совершенно спокойным и не бояться, что ученик за рулем с чем-то не справится. Если таких навыков у инструктора нет, то на занятиях царит очень напряженная и нервная обстановка, мягко говоря. Без команды поехал. Чего ты без команды поехал? Так, вырубаем скорость. Психолог. Не получается. Делай только то, что я тебе говорю. Как? Давай, прямо. Теперь давайте попробуем разобраться. А что происходит, когда на себя берет роль инструктора человек, который совершенно искренне желает оказать помощь и поддержку начинающему водителю, но не имеет для этого никаких профессиональных навыков? Даже если этот человек сам обладает отличными водительскими качествами и навыками, это не наделяет его автоматически необходимыми знаниями и навыками для эффективной работы в качестве преподавателя или инструктора. Для того, чтобы не путаться, давайте человека, который сидит за рулем, будем называть водитель, независимо от того, какой опыт и навыки у него есть. А человека, сидящего на пассажирском месте, будем называть пассажир. Опять-таки, независимо от того, какую роль он пытается выполнить. Будь то штурман, инструктор или просто попутчик. Наш начинающий водитель просит своего знакомого водителя оказать ему моральную поддержку, поездить с ним, поделиться опытом. И что может пойти не так? Почему-то подобные истории очень часто заканчиваются скандалами, истериками, ссорами и обидами. А кроме этого, у начинающего водителя в результате таких занятий формируются комплексы неполноценности, сомнения в своих силах и способностях, и пропадает желание вообще садиться за руль. Особенно часто эти скандалы возникают между родными людьми. И эти скандалы набирают такие обороты, что даже разбиваются семьи. В это сложно поверить, но я был свидетелем нескольких разводов на своих занятиях. Конечно же, я понимаю, что причин для развода было больше, но эти разборки в машине, в тех историях, свидетелем которых я был, стали решающей каплей. Об этом не рассказывали сами ученицы. А причиной этих скандалов служит все та же особенность того, как мозг водителя воспринимает и обрабатывает информацию о происходящем вокруг. Помните, чуть раньше я описал этот процесс? Водитель, сидящий на пассажирском месте, не может переключить свой мозг и свое сознание. Он продолжает рефлекторно обрабатывать информацию, как водитель. Он точно так же оценивает происходящее вокруг, делает прогнозы о том, как события будут развиваться дальше, и это происходит каждую секунду, этот процесс не останавливается. Естественно, прогноз делается исходя из личного опыта, а планы строятся на основе тех навыков и возможностей, которыми обладает водитель. Теперь попробуем посмотреть на происходящее глазами нашего пассажира, который вызвался быть инструктором. Он активно вовлечен в процесс движения автомобиля. Обстановка на дороге меняется каждую секунду, и каждую секунду наш инструктор в своем сознании достраивает происходящее и готовит определенный порядок своих действий, но забывает, что он не за рулем, и у него нет доступа к управлению автомобилем. В этот самый момент водитель за рулем проделывает в своем мозгу ту же самую работу, но уже по-своему и исходя из своего опыта, знаний и навыков. И в тот момент, когда в плане нашего инструктора появляется, например, желание ускориться, водитель по своему плану может начать замедляться. Подобное несовпадение буквально разрушает весь план инструктора, и ему кажется, что он теряет контроль над ситуацией. В такие моменты он испытывает настоящий страх. Он готовится к тому, что в следующее мгновение произойдет нечто страшное, и он не может никак на это повлиять. Вот откуда берутся резкие и эмоциональные команды. Вот почему сложно найти общий язык, когда рядом с водителем сидит ненастоящий инструктор или инструктор низкой квалификации. Причина той бесконечной критики, замечаний, неконструктивных эмоций – это несоответствие задуманного водителем и планов пассажира, который не может влиять на управление автомобилем. Каждый раз, когда происходит несовпадение в этих планах у инструктора, в голове возникает слово «неправильно». Но это неправильно только для него. То решение, которое принято водителем, не встраивается в его план. Но на самом деле это нужно назвать словом по-другому. Каждый из нас все делает по-своему, исходя из своих возможностей и способностей. Даже глядя на одну и ту же дорожную обстановку, каждый из нас обратит внимание на разные детали. Мы каждый по-своему расставляем приоритеты и распределяем свое внимание. Несовпадение оценок, происходящего у водителя и сидящего рядом пассажира – это более чем нормальная ситуация. А правильность принятых решений определяется только успешностью достижения цели и результата. Что мы имеем на данный момент? Мы разобрались с причиной, которая заставляет пассажира нервничать рядом с другим водителем. Мы выяснили, почему практически каждое действие водителя воспринимается пассажиром как неправильное. Следующая причина, которая вызывает нервозное состояние у нашего пассажира – это возможность выпадать из процесса управления автомобилем. Когда водитель сидит за рулем, если он хоть сколько-то ответственен, он все время сосредоточен на управлении автомобилем и происходящем вокруг него. Но пассажир может с легкостью выпадать из этого процесса, отвлекаясь на телефон, на свои мысли. Как я уже не раз повторял, дорожная обстановка меняется каждое мгновение. И пока наш пассажир отвлекался, ситуация вокруг могла полностью поменяться. А в тот момент, когда он вдруг вспоминает, что он взял на себя роль инструктора, обнаруживает себя в ситуации или условиях, которые застают его врасплох. Он вдруг опять включает в себе водителя, но оказывается в обстановке, к которой не успел подготовиться, а следовательно не знает, что делать дальше. В такие моменты, опять-таки, на водителя обрушивается масса из сумбурных команд, замечаний и эмоций. Что? Ну, я говорю, газку, значит газку. Говорю, переключаться, значит переключаться. Свою полосу, газуй, езжь, газуй! ГАЗУЙ! Что ты бибикаешь? Едем, 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 едем. Хотя это всего лишь мысли вслух нашего пассажира, который пытается разобраться в происходящем. Какой вывод мы делаем по данной части рассказа? Излишняя эмоциональность, вспыльчивость и резкость пассажира – это результат его волнения, страха и непонимания происходящего. Подобное поведение ни в коем случае не нужно воспринимать как следствие плохой подготовки, отсутствие знаний и навыков у водителя. Начинающий водитель – он на то и начинающий, чтобы учиться, набираться нового опыта, получать знания и закреплять навыки. Но все это можно сделать только рядом с человеком, который будет этому способствовать, а не мешать. И здесь мы наконец-то подходим к советам, которые могут помочь непрофессиональному инструктору или рядовому водителю, желающему помочь своему близкому освоиться с управлением автомобилем. Я рекомендую начать с тренировки на любой свободной от других машин и людей площадке. Очень важно наладить коммуникацию между водителем и пассажиром. Выработайте набор команд, которые будут понятны и легко воспринимаемы. Например, начало движения. Поехали. Необходимость увеличить скорость. Ускоряйся. Договоритесь о том, что повторение рекомендации несколько раз говорит о том, что водитель выполнил ее недостаточно, и нужно либо сильнее нажать на педаль, либо больше повернуть руль и так далее. То есть при многократном повторении «Ускоряйся! Ускоряйся! Ускоряйся!» без повышения голоса, без смены интонации, водитель должен смелее нажать на педаль газа. При необходимости повернуть, повернем налево. Нелишним будет дублировать жестом руки в соответствующую сторону, так, чтобы водитель мог этот жест заметить. Необходимость замедлиться? Отпусти газ. Снижай скорость. Тормози. Для остановки? Остановись. Обязательно проделайте все эти маневры в режиме «Пассажир говорит, водитель делает». Это поможет вам выработать взаимопонимание и откалибровать точность и скорость воспринятия сказанного. Пассажир поймет, насколько заблаговременно нужно произносить рекомендацию. Водитель привыкнет к формулировкам и их значениям. При выезде на дороге общего пользования пассажир должен быть не больше, чем вторым комплектом глаз. Задача помощника сводится к тому, что он обращает внимание водителя на то, на что, по его мнению, водитель мог не обратить свое внимание сам. Грубо говоря, что вижу, то и произношу вслух для водителя. Очень важный момент. Пассажир по возможности не должен отдавать команды водителю. Увидев перед собой запрещающий сигнал светофора, достаточно это озвучить водителю. Буквально проговорить. Светофор. Водитель, увидев светофор, сам примет решение – останавливаться ему или продолжать движение. Если пассажир видит пешехода рядом с пешеходным переходом, он должен проговорить – пешеход. Водитель сам примет решение – пропускать пешехода или успевать проехать. Самостоятельное принятие решений – это важнейший элемент подготовки водителя. Для принятия решения необходимо самостоятельно обрабатывать входящую информацию и соотносить ее с теми условиями, в которых находится водитель, возможностями, которыми он обладает в данный момент. Если начинающему водителю просто отдавать команды, что он должен сделать, он не научится связывать окружающую его обстановку с теми действиями, которые ему приходится выполнять по команде инструктора. Следующее. Все рекомендации и наблюдения должны озвучиваться заблаговременно и по нескольку раз. Время, которое нужно закладывать, должно позволить пассажиру после сказанного спокойно отследить реакцию водителя, при необходимости скорректировать ее, а если необходимой реакции не будет, дать новую вводную. И в этот же временной промежуток, как самый последний рубеж, закладывается время на вмешательство в процесс управления автомобилем. Но это требует определенных знаний и навыков. Мало кто знает, но практически любой автомобиль можно остановить с пассажирского места без второго комплекта педалей. Под левой рукой пассажира находится рычаг переключения передач, стояночный тормоз, недалеко ключ или кнопка зажигания, да и до самого руля дотянуться несложно. Если перевести рычаг автоматической коробки передач из положения драйв в положение нейтраль, а потом потянуть за ручник, автомобиль остановится. На машинах с механической коробкой передач можно проделать такую же процедуру. Все это можно отрепетировать на безлюдной площадке, не создавая опасности для окружающих и себя. Очень полезно отработать технику работы с рулевым колесом с пассажирского места. Если уж вы взялись за подобную работу, то подходите к ней ответственно. Ну и подобные тренировки позволят вам чувствовать себя намного спокойнее в большинстве возникающих во время поездки с начинающим водителем ситуациях. А ваше спокойствие положительно скажется на эффективности подобных занятий. Не забывайте, что все мы, говоря на одном языке, зачастую понимаем его по-разному. Не все, что вы говорите, понимают так, как вы и хотели. Я говорю газку, значит газку. Говорю переключаться, значит переключаться. Вот так же третью попробуем. Ну уж как это трактовать? Не ленитесь переспрашивать водителя, что и как он понял. Пускай повторит своими словами озвученную вами мысль. Это позволит и вам понять, что необходимо скорректировать, и водитель сможет лучше сфокусировать свое внимание на поставленной задаче, не отвлекаясь на несущественные в данный момент обстоятельства. Надеюсь, вам пригодятся мои советы и получится эффективно ими воспользоваться. Но не забывайте, обучение вождению и роль инструктора – это не игра. Это очень ответственная работа, и подходить к ней нужно максимально сосредоточенно и профессионально. Обязательно поделитесь своими замечаниями, наблюдениями, мнением по поводу всего, что я вам сейчас рассказал. Для меня очень важна обратная связь. Ощущение, что я делаю что-то полезное, является мощной мотивацией для того, чтобы продолжать искать новые способы делиться своим опытом с вами. Субтитры создавал DimaTorzok